Девушки отдыхают Что значит «по», что значит «за» и «за» и «по» – предлоги. Вы, наверное, уже догадались, чему будет посвящен сегодняшний урок. Мы продолжим знакомство с предлогами, но давайте вспомним, что мы знаем о предлогах. Предлог – это часть речи. Предлоги служат для связи слов-предложений и употребляются с именами существительными. Предлоги со словами пишутся раздельно. На прошлом уроке я рассказывала вам сказку о том, как предлоги поссорились со всеми словами и даже в книге правил записали о том, что предлог – это слово и с другими словами пишется раздельно. А что же было дальше? Сначала существительные местоимения ничуть не расстроились, но вскоре в городе началась ужасная неразбериха. Никто не знал, куда ехать – за город или в город. Выйти за порог дома или на порог дома. Поняли именно, что без предлогов им не обойтись. Но чтобы опять они не поссорились и каждый знал свое место в предложении, им на помощь приходили другие слова. Давайте попробуем вставить в предложение подходящее по смыслу слова. Возьмем предложение из предыдущего урока. Под ушки я положил подушки. Вставим между предлогом и существительным слово «свои». Под свои ушки я положил подушки. Давайте потренируемся. Перед вами предложение. Поезд отошел от станции. Между предлогом и существительным поставим подходящее по смыслу слова. Нашей или дружной. Поезд отошел от нашей станции. Мы подошли к магазину. Подберем слова «большому» или «веселому». По смыслу «мы подошли к большому магазину». Запомните. Между предлогом и именем существительным можно вставить другое слово. Перед вами предложение. Я шел по тропинке. Мама работает в магазине. Гриб вырос под осиной. Из каких частей речи они состоят? Я местоимение шел глагол по предлогу. Тропинки существительные. Мама существительная. Работает глагол в предлог. Предлог в магазине существительное. Гриб существительное. Вырос глагол под предлог осиной существительное. Вставим между предлогом и существительным подходящую по смыслу прилагательное. Книжном, узкой, высокой. Проверим. Я шел по узкой тропинке. Мама работает в книжном магазине. Гриб вырос под высокой осиной. Выполняя это задание, мы выяснили, что между именем существительным и предлогом можно вставить слово. Для закрепления изученного материала выполните упражнение из учебника «Русский язык», вторая часть для второго класса, на странице 111, упражнение 189 и выучите правила на странице 111. Расшифруйте запись. Проверим себя. Найдите предлоги «для», «из». Вспомним предлоги. Это части речи. Предлоги со словами пишутся раздельно. Подберем подходящие по смыслу предлоги данным предложением. Разгадаем кроссворд. По горизонтали уроками бывает перемена. Перемена. Между уроками бывает перемена. Звонок звенит уроком. Звонок звенит перед уроком. По вертикали. Девочки прыгают скакалку. Девочки прыгают через скакалку. Мальчики добежали финиша. Мальчики добежали до финиша. Выполняя это задание, мы учились подбирать предлоги. Вспомним. Предлоги служат для связи слов в предложении. Вспомним, как определить предлоги. Предлоги употребляются перед именами существительными. Перед глаголами предлогов не бывает. Между предлогом и существительным можно вставить другое слово. Вспомните сказку. И найдите предлоги. У лукоморья дуб зеленый. Александр Сергеевич Пушкин. Руслан Людмила. Рыбы по полю гуляют. Жабы по небу летают. Корней Иванович Чуковский. Путаница. Я от дедушки ушел. Я от бабушки ушел. Русская народная сказка Колобок. Итак, определим предлоги. У лукоморья дуб зеленый. Предлог У. Рыбы по полю гуляют. Предлог По. Жабы по небу летают. Предлог По. Я от дедушки ушел. Предлог От. Я от бабушки ушел. Предлог От. Я надеюсь, что вы успешно выполнили все задания и вспомнили все, чему мы учились на наших уроках. Для закрепления полученных знаний я рекомендую использовать учебник «Русский язык» для второго класса, вторую часть, ответить на вопросы и выполнить задания на странице 113. Спасибо за внимание. Добрый день, дорогие мои второклассники. Сегодня мы будем с вами учиться решать задачи нового вида. Но для начала давайте порешаем задачи, известные уже вам. Посмотрите, пожалуйста, на рисунок. Масса арбуза – 3 килограмма. Масса арбуза и дыни вместе – 5 килограммов. Сколько весит дыня? Что же мы будем делать для того, чтобы найти массу дыни? Масса дыни и масса арбуза – это части. Целая – это общая масса. Для того, чтобы найти неизвестную часть, нам нужно будет из целого вычесть известную часть. Чтобы найти массу дыни, мы из общей массы вычтем массу арбуза. Получится 2 килограмма. Значит, дыня весит 2 килограмма. Посмотрите, пожалуйста, следующую задачу. Масса арбуза – 3 килограмма, а масса дыни – 2 килограмма. Сколько весят арбуз и дыня вместе? Здесь нам известны обе части и необходимо найти целое. Для того, чтобы найти общую массу и арбуза, и дыни, нам необходимо к массе арбуза прибавить массу дыни. 3 прибавить 2 – получается 5 килограммов. Посмотрите, а здесь у нас известна масса дыни, известна общая масса дыни и арбуза. И необходимо найти, сколько весит арбуз. Здесь мы опять ищем часть по известному целому и части. Для того, чтобы найти, сколько весит арбуз, нам нужно будет из общей массы арбуза и дыни вычесть массу дыни. 5 вычесть 2 – получается 3 килограмма. Масса арбуза – 3 килограмма. Ну, а теперь я предлагаю вам рассмотреть внимательно эту иллюстрацию. Правда, этот рисунок похож на те рисунки, к задачам, которые мы уже с вами решали. Но тот, кто очень внимательный, тот обязательно заметил, что здесь появилась еще одна часть, третья. Посмотрите. И давайте составим задачу по этому рисунку. Масса тыквы, арбуза и дыни – 12 килограммов. Сколько весит тыква, если известно, что арбуз весит 3 килограмма, а дыня весит 2 килограмма? Здесь у нас появилась третья часть, которую мы будем искать. Это и есть новый вид задачи на нахождение третьей части или третьего слагаемого. Такие задачи можно решать разными способами. Давайте сейчас разберем каждый из них. Если мы знаем, что арбуз весит 3 килограмма, а дыня – 2 килограмма, что мы можем найти, имея эти данные? Молодцы! Мы можем найти, сколько весит арбуз и дыня вместе. А теперь посмотрите. Зная о том, что арбуз и дыня вместе весят 5 килограммов, а общая масса тыквы, арбуза и дыни – 12 килограммов, как найти, сколько весит тыква. Молодцы! Нужно из 12 вычесть массу арбуза и дыни вместе. Получится 7 килограммов. Разберем второй способ решения этой задачи. Если мы сейчас из общей массы тыквы, арбуза и дыни вычтем массу дыни, что мы найдем? Правильно. Мы найдем, сколько весит тыква и арбуз вместе. 12 вычесть 2 – получается 10. 10 килограммов – это масса тыквы и арбуза. Ну а дальше мы уже умеем. Чтобы найти, сколько весит тыква, нужно из 10 вычесть 3 массу арбуза. Получится 7 килограммов. Разберем еще один способ решения этой же задачи. Теперь мы из общей массы тыквы, арбуза и дыни вычтем массу арбуза. 12 вычесть 3 – получается 9. 9 килограммов – это общая масса тыквы и дыни. Для того, чтобы найти теперь массу тыквы, необходимо из 9 вычесть 2. Получается 7 килограммов. Посмотрите, пожалуйста. Мы решали задачу разными способами, но пришли к одному ответу. Масса тыква весит 7 килограммов. Давайте потренируемся решать задачи нового вида. Посмотрите, пожалуйста. Давайте составим задачу. За альбом для рисования, краски и кисточку заплатили всего 30 рублей. Альбом стоит 10 рублей. Краски – 12 рублей. Сколько стоит кисточка? Разберем все способы решения этой задачи. Сначала можно найти, сколько стоит альбом и краски вместе. Что для этого нужно сделать? Абсолютно правильно. Нужно к 10 прибавить 12. Получается 22 рубля. А теперь из общей стоимости всей покупки мы вычтем стоимость альбома и красок вместе. И найдем, сколько стоит кисточка. 30 вычесть 22. Получается 8 рублей. Разберем второй способ решения этой задачи. Теперь мы возьмем из общей стоимости. Вычтем стоимость альбома. 30 вычесть 10 – получается 20. У нас 20 – это стоимость красок и кисточки вместе. Теперь из стоимости красок и кисточки мы вычтем стоимость красок. 20 вычесть 12 – получается 8. 8 рублей стоит кисточка. Разберем третий способ решения этой задачи. Сейчас мы из общей стоимости альбома, красок и кисточки вычтем стоимость красок 30. Вычесть 12 – получается 18. 18 рублей стоит альбом для рисования и кисточка. Теперь из 18 мы вычтем стоимость альбома и найдем, сколько стоит кисточка. Опять мы решали задачу разными способами, но пришли к одному ответу. Кисточка стоит 8 рублей. Я предлагаю вам потренироваться в решении задач этого вида. Номер третий на странице 76. За день Оля прочитала 25 страниц книги. Утром 5 страниц, днем 8 страниц. Сколько страниц Оля прочитала вечером? Реши задачу разными способами. Разберем сейчас один способ. Оля читала утром, днем и вечером. Нам известно, что утром она прочитала 5 страниц, днем 8 страниц. Также нам известно, что всего она прочитала 25 страниц. Как же найти, сколько она прочитала вечером? Если мы знаем, что Оля прочитала утром 5 страниц, а днем 8 страниц. Что мы можем найти? Абсолютно верно. Мы можем найти, сколько Оля прочитала утром и днем вместе. Для этого к 5 прибавим 8. Получается 13 страниц. Утром и днем. А теперь из общего количества прочитанных страниц вычтем эту сумму. 25 вычесть 13. Получится 12 страниц. Прочитала Оля вечером. Ответ 12 страниц. Ну а для закрепления материала составьте, пожалуйста, еще две обратные задачи к данной странице 76 номер 3. Спасибо. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!